Добрый день, меня зовут Жанна Нцова. Обсуждаем мы газотранспортную систему России. Естественно, обсуждаем в этой связи, Газпром, новые проекты этой монополии. В студии находится по традиции Андрей Коробьянц. Андрей, привет, рада тебя видеть. Приветствую. Ну, надо сказать, что газотранспортная система Газпрома, она крупнейшая в мире, самая большая с точки зрения протяженности. И в соответствии со стратегией Газпрома, сейчас одним из приоритетов является обеспечение надежности поставок в Европу. И в связи с этим Газпром реализует или уже реализовал ряд проектов. В первую очередь это Северный поток. Этот газопровод вышел на проектную мощность в 2012 году. Скажи, пожалуйста, была ли необходимость в строительстве Северного потока, учитывая, что с учетом наших поставок в Европу, те газопроводы, которые были, их мощности хватало для того, чтобы обеспечивать поставки в Европу? Хватало. Нет, но если номинально посмотреть, то, конечно, хватало. Вопрос, по каким направлениям, по каким маршрутам эти поставки осуществлять. И тем более у всех еще на памяти газовая война 2009-2010 годов, которую разрешила, кстати, Юлия Владимировна Тимошенко, и за что она потом угодила в тюрьму. Ее можно сажать за все, что угодно, только не за это. Вот она вышла на свободу, слава богу. Да, но только это не решает проблемы с транзитом российского газа. Если мы говорили о том, что транснефть решила полностью, еще раз говорю, полностью решила проблема, она добилась независимости, кто бы что ни говорил, от транзита через сопредельное государство. То есть можно сейчас даже выбирать, есть некоторый избыток экспортных мощностей, но тем не менее можно выбирать, по какому направлению поставлять нефть, где более выгодная цена. То, что касается газотранспортной системы, эта проблема до сих пор не решена. Одно из решений этой проблемы был Северный поток, как известно, две веки. Кстати, я предлагаю показать, у нас есть интерактивная карта Северного потока, как проходит этот газопровод, чтобы было более-менее ясно. Две ветки, общая, по-моему, 55 миллиардов кубов. Точно, сказали. Точно, замечательно, спасибо. Идут они, уходит он в Балтику под Выборгом, совершенно верно, и так Грайс в Германию. Напрямую, без каких бы то ни было транзитных стран. Притом, надо понимать, что реализация его тоже была совсем непростой. Вот это все согласования. Эстония, например, не захотела, чтобы через ее, не территориальную воду, а ее территория, исключительно экономическая зона это называется. Но, тем не менее, согласования были получены, и вот он теперь работает. И сейчас этот поток, кто бы что ни говорил, будет играть ключевую роль. Этот маршрут, Северный поток, будет играть ключевую роль в обеспечении Европы российским газом. Если она в нем заинтересована. Вот, скажи, пожалуйста... Вопрос, заинтересована ли она, посмотрите на статистику прошлого года, и всем все станет понятно. У Газпрома 30%, насколько я понимаю, европейского рынка. Это у него стало в прошлом году, и это рекордное значение вообще за всю историю... Давай ближе к транспортной системе. Вот я знаю, что мощность 250 миллиардов кубометров. Сейчас наши поставки, ну вот, около 150 миллиардов кубометров в год. То есть, таким образом, наши текущие экспортные мощности полностью не загружены. Это данные Газпрома. Это данные Газпрома, да. Но надо понимать, здесь небольшое лукавство, так сказать, хранится. Например, господин Крутихин любит очень манипулировать этими цифрами. Нет, я не манипулирую, я просто берусь. Я понимаю, я понимаю. Газпром обычно считает поставки газа в дальнее зарубежье, так называемое, в дальнее зарубежье, чтобы отделить его от поставок страны СНГ, или бывшей страны СНГ, уже не знаю, как их назвать. Но, тем не менее, это, в общем-то, правильно, потому что там формируется основная валютная выручка, и, соответственно, это вот идет учет отдельно. Сюда еще надо приплюсовать, что Турцию, которая становится одним из крупнейших потребителей российского газа, и при том, судя по тем экономическому развитию Турции, она поступает, у нее не было такого кризиса, как, например, в соседней Греции, мы это все прекрасно понимаем. Ты имеешь в виду голубой поток? Нет, я имею в виду потребление энергоносителей турецкой экономикой. Она постоянно растет, это потребление постоянно растет. И к этим цифрам надо еще прибавить поставки российского газа в Турцию. Вот если мы это все суммируем, то тогда мы получим 162,7, по-моему, были предварительные данные, может быть, чуть больше, чуть меньше, но 162,7 миллиарда кубов в страны дальнего зарубежья. Европа, ты уже показала, 30% европейского рынка. У нас на прямой связи со студией находится Карен Кастанян, аналитик нефтегазового сектора Bank of America Securities, Merrill Lynch, Russia and Seas Countries. Карен, здравствуйте. Я хочу вам, собственно говоря, тот же самый вопрос задать. Нужны ли нам дополнительные мощности, учитывая, что текущая мощность трубопроводной системы, которая идет в Европу, она достаточна, в принципе, для того, чтобы экспортировать те объемы, которые потребляются Европой? Здравствуйте, Жанна, здравствуйте, Андрей. Да, я буду согласен здесь с Андреем, новые газотранспортные мощности, как показывают последние события, безусловно, нужны. То есть, к примеру, в 2009 году «Газпром» на 72% своих объемов зависел от украинской газотранспортной системы. В связи с вводом северного потока на сегодняшний день эта зависимость уменьшилась до 51%. Кроме того, не надо забывать, что у нас еще объемы прямо на Украину и Белоруссию, и это еще 50 миллиардов кубических метров к тем 162, о которых говорил Андрей. То есть, в принципе, газотранспортная система на данный момент загружена примерно на 85%. И чем меньше будет зависимость «Газпрома» от газотранспортной системы Украины, тем меньше Украина может диктовать свои условия «Газпрому». То есть, я, в принципе, здесь согласен с тем, что газотранспортную систему надо расширять. В принципе, финансово было бы более логично договориться с Украиной. Но, опять-таки, последние события у нас показывают, что нужны независимые подходы. И в связи с этим, я думаю, что «Газпром» построит хотя бы первую верку южного потока. Ну вот, как раз хотела спросить вас про южный поток. Вы только что сказали о том, что, возможно, логично было бы каким-то образом договариваться с Украиной. Но, тем не менее, Россия пошла по другому пути, строит южный поток. Мы понимаем, что помимо самого южного потока есть еще южный коридор, есть еще газопровод Баваненкова, Ухта, Пачинки. Там гигантские инвестиции. У нас, кстати, есть эти цифры, мы, Карен, с вами их обсуждали. Многие говорят, что это слишком дорого и нецелесообразно. Как вы считаете? Ну, не надо забывать о том, что на данный момент, в принципе, производство газа в Европе, оно на самом деле падает. И если, в принципе, посмотреть на те объемы, которые могут быть в 2020 году, с учетом того, что производство в Европе будет падать очень сильными темпами, вполне возможно, что понадобятся уже к 2020 году все мощности, включая украинские. Все-таки на данный момент речь идет о строительстве только первой нитки южного потока, а это всего 16 миллиардов кубических метров. Это может быть подкрыто очень скоро. В принципе, от дальнейших переговоров с Украиной будет зависеть, построит ли Газпром остальные три нитки. И, опять-таки, не надо забывать о том, что Газпром не строит южный поток в одиночку. При этом здесь участвуют международные партнеры, такие как ENI, GDF, Французска и Wintershall. Спасибо вам большое, Карен. Если у вас будет еще возможность, присоединяйтесь, пожалуйста, к нашей дискуссии. Вот по поводу южного потока. Совершенно правильно Карен сказал, что там участвуют и иностранные партнеры, но мы же без южного коридора, без строительства вот этой части не можем запустить южный поток, так же, как и без строительства еще одного газопровода, о котором я говорила, который идет с Баваненковского месторождения. Во-первых, надо понимать, что такое Баваненковское месторождение, это новое месторождение, крупное месторождение, по-западному месторождению гигантское, уникальное месторождение. А как с него поставлять газ, вы мне скажите, если не построить трубопровод? И поэтому вот эти вот расходы, которые здесь, наверное, надо их по-другому считать, надо их распределить. И на внутреннее тоже самое потребление. Так их и распределили. Вот эту часть они учитывают в южном потоке на южный коридор, это те деньги, которые необходимы для функционирования южного потока. Очень даже может быть, еще раз говорю, можно спорить сколько угодно. Здесь некоторые товарищи, что там 50 миллиардов евро потратят и тому подобное на эти все цели. Вопрос в том... Некоторые товарищи, это, кстати, вполне реальные цифры, я посмотрела, проверяла во многих источниках, и действительно, это более-менее... Еще раз говорю, приходите, давайте тогда посчитаем. Вообще-то, вот если взять сайт, то оценивается южный поток, вот без коридора, как ты говоришь, да, потом этот коридор, это развитие нашей газотранспортной системы. Надо, во-первых, понимать, что существующая газотранспортная система, вот тот же трубопровод Уренгой-Памар-Ужгород, который идет на Украину и является таким основным коридором, без южного коридора, только украинского, который идет на Одесскую область, на Молдавию и дальше в Румынию. Он находится в очень таком серьезном, плохом, я бы даже сказал, состоянии, и поддержание его в рабочем состоянии, это тоже огромные затраты. Тем более, понимаете, есть другие подсчеты, есть по трех, когда говорят, вот, лучше договориться с Украиной. Да, лучше, но там выставлялась такая цена при реконструкции ГТС Украины, и их доля, и финансирование этой реконструкции, и, соответственно, платы за транзит, что получается, но, вы знаете, смысл вообще не имеет реконструировать ГТС Украины, которая скоро, в общем-то... То есть я предлагаю посмотреть, как будет проходить Южный поток, но там мы сделали такую единую систему с учетом Южного коридора, с учетом вот как раз нитки Бываненкова Ухта, починки. Тут разные подсчеты бывают, но все равно эксперты полагают, что, когда мы говорим о Южном потоке, необходимо считать и стоимость Южного коридора, стоимость строительства, а там стоимость строительства сильно выросла. Вот эти гигантские инвестиции, чем они оправданы? Еще раз объясняю, может быть, я не знаю, не по-русски говорю, но тем не менее, что у нас есть новое месторождение, Бываненковское, правильно? С него надо строить трубу? Надо. Можно было эту трубу запитать в существующую систему и, соответственно, повышать загрузку этой системы, что, в общем-то, может быть, с технической точки зрения не очень разумно. Еще раз говорю, существующая газотранспортная система, которая идет с основных наших месторождений, открытых еще в советские времена. Медвежья, Ямбургская, Уренгойская, это самые гигантские, я уж там не беру отдельные площади, там Заполярная, Песцовая и т.д. и т.п. Она уже существует и существует с советских времен. Поддержание ее в рабочем состоянии – это само по себе большая задача. Вопрос, стоило ли это делать или нет? Или же все-таки с нового месторождения, гигантского месторождения, лучше все-таки построить новую трубу. И опять-таки, надо понимать, что по этой трубе снабжения не будет, как было сказано, поток, южный поток, это первая ветка, только будет 16 миллиардов кубов. Но это первая ветка, вообще-то, планируется, чтобы общий объем поставок по южному потоку, это, по-моему, 63, свыше 60, это точно 63, по-моему, миллиарда кубов. Если это будет построено, то все. Транзит через Украину, он просто прекратится. Все. Это понятно. Вот у нас Карен Кастанян на связи. Скажите, пожалуйста, после строительства южного потока и всей остальной системы, которая необходима для функционирования самого южного потока, насколько будет наша газотранспортная система загружена? Я имею в виду та, которая ориентирована на Европу. Я думаю, что газотранспортная система, Жанна, на тот момент будет загружена примерно процентов на 70, с учетом того, как вырастет спрос Европы на российский газ. Но при этом наша зависимость от украинской газотранспортной системы упадет в разы. Нам все равно еще придется использовать украинскую газотранспортную систему, потому что всех этих мощностей для Европы не хватит, даже с вводом всех четырех нитей южного потока. Но, опять-таки, наша зависимость от транзитных стран, как уже об этом говорил Андрей, упадет просто в разы. На данный момент украинская газотранспортная система у нас перекачивает 51% всего нашего экспорта в Европу. К тому времени она, наверное, упадет до 20%. Ну, еще один мегапроект Газпрома, это уже восточная программа, это строительство газопровода «Сила Сибири». Тоже гигантские затраты, порядка полутора триллионов рублей, чуть меньше. Контракт, я так понимаю, еще пока с Китаем не подписан. Как вы считаете, будет ли он подписан и насколько оправданы эти огромные затраты? Многие эксперты опять говорят, что слишком дорого мы строим один километр этой трубы. Ну, как вы правильно сказали, все тут будет зависеть, в принципе, от контракта с Китаем и по какой цене этот контракт с Китаем будет подписан. Мое личное мнение состоит в том, что контракт с Китаем будет подписан. На данный момент Китаю катастрофически не хватает таких чистых источников энергии, как газ. 64% электроэнергии в Китае вырабатывается на угле, они просто там могут задохнуться. И, в принципе, потребление газа в Китае растет просто экспоненциальными цифрами в год на 17-20%. Кроме того, Китай перестал субсидизировать внутренние цены на газ. Они у них поднялись примерно с 3 долларов за ММБТУ до примерно 14 долларов за ММБТУ. Что, в принципе, для «Газпрома» разумная цена. Это «Газпромовский» нетбек в Европу. То есть, мне кажется, что все условия созданы для того, чтобы в этом году «Газпром» подписал бы договор с Китаем. Вы говорили об инвестициях в 1,5 триллиона рублей, но не забывайте, что эти инвестиции включают в себя разработку и Чайодинского, и Кавыктинского месторождения, без которых «Сила Сибири» абсолютно не имеет никакого смысла. Это те месторождения, с которых «Газпром» будет поставляться в Китай. Я думаю, опять-таки, что примерно при 350-400 долларов за 1000 кубических метров этот проект себя оправдают. Ну и последний вопрос. В понедельник в Лондоне состоится «День инвесторов». «Газпром» будет проводить. Что вы ожидаете? Каких заявлений там? Ну, я думаю, что самые главные заявления, которые от «Газпрома» ждут портфельные инвесторы, это в первую очередь дивиденды. Выполнит ли «Газпром» свое обещание и выплатит ли дивиденды от 6 до 8 рублей в 2013 году. Во-вторых, мы будем ждать какой-то информации именно по контракту с Китаем, потому что это абсолютно новые возможности и новое направление для российского газа. И, в-третьих, будем ждать какой-нибудь информации по Украине, как там идут потоки, как у нас идут экспортные потоки в Европу в этом году, потому что Европе, по нашим данным, опять-таки не будет хватать газа в этом году. Ну и, естественно, капитальное вложение. Спасибо вам большое. Карен Кастанян на прямой связи с нашей студией защищал стратегию «Газпрома», стратегию строительства газопроводов в обход братской Украины. Она братская? Мне кажется, да. А, это только кажется. Когда кажется, надо креститься. Есть хорошая поговорка. Да. И буквально на два слова. Вот если собрать мощность всех потоков наших, это голубой поток, который идет на Турцию, соответственно, Ямал, Европа, Белоруссия, который идет на Белоруссию и на Польшу, и северный поток, это, ну, легко-легко посчитать, по-моему, свыше 104 миллиарда кубов. В плюс надо прибавить, отдельная труба идет в Финляндию, там около четырех, отдельная труба идет на Прибалтику, там на всех, на них максимум 5 миллиардов кубов прибавляем. То, что даже если сейчас возникнут проблемы с Украиной, они точно возникнут, мы сократим независимость, если будем прокачивать в полном объеме свой газ, вот по указанным направлениям, до минимума. Мы все равно, конечно, не обойдемся. Почему возникнут проблемы с Украиной? Вот, насколько я понимаю, в текущей ситуации, да, Украина сократила импорт. Неплатежи, неплатежи. Есть неплатежи. Неплатежи. Просто-напросто. То есть эта ситуация сохранится... Это ситуация 90-х годов. Неплатежи и несанкционированный отбор газа, господи, это простое воровство. Только тогда это все списывалось, и кто-то там, наверное, это все... Помните такое выражение, вопрос к Рему Ряхеву, а деньги-то где? Да, вот это... Ну, такого сейчас уже повторится... Я помню, кто такой Рем Вяхере. Да, отлично. Вот. То есть сейчас это уже, как говорится, таких вопросов вставать не будет. А если говорить о восточной программе «Газпрома», насколько актуально сейчас строительство вот этого газопровода? Актуально оно... Актуально оно... Понимаешь, что идет проходить рядом с Восточной Сибирью и Тихим океаном с этим нефтепроводом? Ну, это как-то облегчает, естественно, технически облегчает выполнение, скажем так, задачи в этом створе и тому подобное. Но все равно с Кованенкова и с Кавыкта надо будет трубы подводить. Ну, было правильно сказано, достаточно посмотреть. Возьмите тоже, откройте и посмотрите количество терминалов по приему СПГ, которые сейчас строятся и будут построены в Китае в ближайшее время. И все будет понятно. Потому что, действительно, потребление природного газа, несмотря на то, что Китай является крупным производителем природного газа, он добывает свыше 100 миллиардов кубов. Это надо тоже прекрасно понимать. Но ему просто этого не хватает сейчас. И для решения экологических проблем, которые только обостряются, все мы видели сцены из Пекина и из других городов, это, конечно же, будет решение. И есть примеры Южной Кореи, которые сумели решить эту проблему при помощи именно газа. Поэтому это будет оправдано. Еще с другой стороны, вот сначала говорили, что он закупает дешевый газ у Туркменистана. Поэтому, кстати, посмотрите, что это за трубопровод Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Китай. И плюс еще по территории Китая до Восточного побережья. Протяженность его только какая. Через сопредельные страны идет. Это тоже очень... Но говорят, что его дешевле построили. Я вот не знаю, смотря как считаете, если до Джунгарских ворот, может быть и дешевле. А если до Восточного побережья, я, например, очень сомневаюсь в этом. Спасибо большое. Андрей Коробьян, Жанна Немцова, Карен Кастанян принимала участие в нашей программе. Мы обсуждали новые мегапроекты «Газпрома» и необходимое строительство газопроводов в обход Украины. Субтитры создавал DimaTorzok